Итоги уходящей среды Вечер, ребенок-авария. На Минской школьник попал под колеса автомобиля. Что стало причиной ДТП? Время чудес. Сегодня сбылись мечты ребят из социального приюта. Видите, как сегодня у нас дети, какие счастливые. Что просили у Деда Мороза? А также спасибо за службу, тарифы ЖКХ и погода на Новый год. В прогнозе туман и гололед, будет ли снег? Какой будет Беларусь в ближайшее пятилетие, определится и Белорусское народное собрание. Пройдет одно из важнейших социально-политических мероприятий в середине февраля будущего года. По всей стране началось выдвижение делегатов. В понедельник Александр Лукашенко подписал указ о созыве 6-го Всебелорусского народного собрания. По планам оно должно пройти в столице 11-12 февраля 2021-го. Право белоруса принимать участие в обсуждении вопросов, которые касаются государственной и общественной жизни страны, закреплено в Конституции. Важнейший форум, пятилетие, но поскольку большое видится на расстоянии, спустя некоторое время, может мы поймем, что это важнейший форум и в истории нашего народа, в силу того момента, который страна переживает. Мы договорились, что проведем Всебелорусское народное собрание в первой половине февраля следующего года. Ну, 11-12 февраля, по-моему, да? Знаю, на сегодняшний день решен ряд организационных вопросов. Созданы и приступили к работе республиканские и региональные оргкомитеты. Буквально с завтрашнего дня мы начинаем избрание делегатов. Еще раз хочу просто подчеркнуть, что это должны быть люди, представляющие все слои и группы нашего населения. Весь белорусский народ. Во вторник, 29-го числа, началось выдвижение делегатов. На съезде их будет 2700 со всей страны. Представлять Бобруйск на Народном Вече будут 33 представителя. Такое решение принял городской совет депутатов. Все люди опытные, знающие проблемы изнутри. Вот здесь и кроется главная для них задача – найти решение особых вопросов. На обсуждение его участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Для обратной связи также начал свою работу сайт 6-го Всебелорусского народного собрания. Там же можно узнать о времени работы и адресах общественных приемных в каждой области или отправить свое предложение на интересующую тему и найти всю актуальную информацию. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Осторожно, дети! В Бобруйске под колеса машины угодил ребенок. Авария случилась накануне на Минской в седьмом часу вечера около 47-го дома. За рулем Ford Galaxy находился местный житель. По предварительной информации, школьник перебегал проезжую часть в неустановленном месте справа налево по ходу движения автомобиля. На месте ДТП работали исследователи, госавтоинспекторы и медики. В связи с ДТП ребенку были почтены следственные повреждения, с которыми он был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка. У ребенка, как сообщается, сочетанная травма и перелом ноги. Сотрудники ГАИ настоятельно рекомендуют родителям контролировать детей во время каникул. А водителям быть предельно внимательными. Берегите себя и своих близких. В Беларуси выздоровели и выписаны 171 901 пациент с COVID-19. Зафиксированы 192 361 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено без малого 4 миллиона исследований. Такие данные приводит Минздрав. Медики назвали симптом COVID-19, который требует немедленного обращения к специалистам. Это отдышка. Она указывает на дефицит кислорода, а это проявление проблем с легкими. Согласно последним данным, человек наиболее заразен в последний день-два перед тем, как проявятся симптомы. В стране, напомним, накануне стартовала вакцинация от коронавируса. В Минск прибыла партия российского препарата «Спутник Ви». Охват в эту осенне-весеннюю кампанию будет составлять от 1 миллиона 200 и выше. Все будет зависеть от того, насколько от населения будет востребовано при добровольном характере эта вакцинация. Старт вакцинации начинается с наиболее уязвимых с позиции эпидемического процесса. Это медицинские работники, это педагогические работники, это торговля, это транспорт. Как раз все те, кто по роду своей деятельности сталкиваются с пребыванием в местах массового скопления людей, либо с контактами по ходу своей деятельности. Хочу подчеркнуть, это прибыла готовая вакцина, которая прошла и клинические испытания, зарегистрирована в установленном порядке, соответственно, всех наших требований. Но важный компонент, еще раз хочу подчеркнуть, во взаимодействии с нашими российскими партнерами, это то, что мы работаем и мы находимся на выходе по локализации, по выпуску готовых форм вакцин «Спутник Ви» на мощностях наших фармпредприятий. Секрета большого нет, это БелМедпрепарат. Это первая страна, где начинается массовая вакцинация во след Российской Федерации. Сегодня мы говорим о завершении контрактной работы по поставке в первом квартале российской вакцины «Спутник Ви». И мы должны поблагодарить врачей Республики Беларусь, эпидемиологов, инфекционистов, которые организовали апробацию, опять же, впервые на территории страны во след российским специалистам. И та доброжелательная, очень заинтересованная и очень профессиональная оценка, которая была дана, что вакцина высокой степени гарантии, высокой эффективности, она тоже стала основанием к тому, чтобы именно в Республике Беларусь вакцина была зарегистрирована первой в системе Минздрава нашей братской соседки. Вакцинация, напомним, будет добровольная. Плюс зарплате, визит особого значения и новые цены. В 2021-м подорожают тарифы ЖКХ. Насколько? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Президент вручил государственные награды сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим. Церемония состоялась во время посещения головой государства отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома. Александр Лукашенко поблагодарил правоохранителей военных за мужество и стойкость, верность присяге и своему народу. Затем президент ознакомился с порядком хранения экипировки, специальных средств оперативных род и бытовыми условиями сотрудников групп быстрого реагирования. Госавтоинспекторы дали рекомендации к Новому году пешеходам и водителям. Во время праздничных застолий необходимо отказаться от алкоголя тем, кому вскоре нужно будет сесть за руль. Пешеходы должны помнить, что закрепленные на верхней одежде или сумках светоотражающие элементы помогут стать более заметными для водителей в темное время суток. В Беларуси утвердены тарифы ЖКХ на 2021-й. Указ подписал президент. Так, платежи в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими повысится в пределах 5 долларов при условии нормативного потребления ими услуг. Повышение тарифов произойдет в два этапа. С 1 января подорожают услуги по техобслуживанию и капремонту, газо-электро- и водоснабжению, обслуживанию лифтов. А с 1 июня на 0,8 доллара вырастут тарифы на отопление и подогрев воды. Утвердена также и программа деятельности правительства Беларуси на пять лет. Совет министров прогнозирует повышение зарплат бюджетникам в целом и с опережением отдельным категориям, а также рост пенсии. Еще в документе прописана поддержка предпринимательства инноваций в экономике. Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Беларуси в новогоднюю ночь и первый день 2021-го. Ночью и утром 1 января местами по стране ожидается слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедится. Ветер прогнозируется неустойчивый, умеренный, днем в отдельных районах порывистый. Температура воздуха в течение суток будет находиться в пределах от минус 1 до плюс 7. Стали очистцем происшествия, бьетесь над решением наболевшей проблемы. Есть эксклюзив. Корреспонденты Бобрусь-360 готовы выход на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Чудо произошло. Ребята из социального приюта получили все, о чем так долго мечтали. Дед Мороз принес всем подарки. Это красивое завершение городской новогодней акции «Подарим детям сказку». На протяжении нескольких дней в новогоднюю студию нашего телеканала приходили взрослые волшебники. Руководители предприятий, организации и бизнесмены. Так Бобруськ-360 принял активное участие в благотворительной акции «Подарим детям сказку». 30 декабря 40 детей детского дома посетят новогоднее представление в городе Минске. Добро пожаловать в Простоквашино. Мы с удовольствием передадим ваш сертификат. До начала съемок ребята из социального приюта города написали свои желания. Записки с заветными строчками хранились на юлке. Гости выбирали по одному из писем. Правила очень просты. Что написано, то и исполняем. Итак, что же выпало вам? Саша. Четыре года. Я хочу на Новый год робота. Замечательное желание мальчишки получить настоящего робота. Ну что ж, я думаю, его желание в этом новом году исполнится. С удовольствием. Я с удовольствием помогу. И уже сегодня финиш доброй акции. Дед Мороз доставил все подарки. Получить их смог каждый, но при одном условии. Рассказать стишок или спеть песенку. Красивый игрок. Работает его. Танита на пустыста. А все горьки саячки. Молодец. Посмотри. Какой тебе набор. С Новым годом. Дед Мороз. Все красота. Молодец. Неговик, морковь, девочка. Рядом дедушка Мороз. Их разлучить никак нельзя. Они ведь старые друзья. Подарили много чего. Мячи, спортивную форму, куклы, конструкторы, игрушки. Все ребята не скрывали свою радость. Улыбались до ушей. Видите, как сегодня у нас дети, какие счастливые. Ну, хотя бы Новый год. И они ждут чуда. И чудо сегодня произошло. Финиш доброй акции – это всего лишь конец очередной главы. В следующем году она обязательно продолжится. Ведь чужих детей не бывает. Все дети. Наши. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Хендмейд от Бобруйска Громашина. Предприятие в преддверии Нового года прошел конкурс «Техноелка». В течение нескольких дней сотрудники Холдинга стали посетителями выставки. Здесь представили 18 уникальных работ. При создании праздничного атрибута авторы использовали все, что было под рукой. Дерево, металл, пластик, детали технических устройств, бумагу, новогодние игрушки, мишуру, гирлянды, болты и гайки. Она изготовлена из материала стали. Она знакома нашему предприятию. Поэтому мы очень трепетно отнеслись к этому конкурсу. Каждый вложил частичку теплоты. И, пользуясь случаем, хотим всех-всех поздравить с наступающим Рождеством и Новым годом. Идея родилась в первичной организации «Бобруйска Громаша». Очень рады, когда такие идеи поступают с первичных организаций. Мы с удовольствием поддержали такую инициативу. И настоящий праздник, я думаю, сегодня получился благодаря молодежи и работникам предприятия «Бобруйска Громаш». Мы благодарим их за этот праздник. Конкурс, к слову, организован Бобруйским комитетом Союза молодежи. Пока это пилотный проект, но в следующем году к нему планируют привлечь и другие предприятия. Это все и в событиях этой минуты. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры подогнал «Симон»